Всем привет! Сегодняшний наш подкаст даже не подкаст вовсе, а небольшой такой аудиоархив, аудиозапись вчерашнего интернет-эфира, прямого эфира, который у нас был с доктором Фейфицем Александром Орловым. В отличие от наших традиционных подкастов, он не является каким-то тематическим или системным. Мы колебались от одной темы к другой, обсуждали какие-то вещи, но в целом, может кому-то это понравится больше. Итак, Арбатские посидельцы, прямой эфир от 21 июня 2010 года. Ну что, милые мои? Здравствуйте все! Ку-ку! Собственно говоря, вот он наш прямой эфир. А почему же не видно Сашу? Ты знаешь... Возможно, его не видно? Да, видно вот так. А кто же это говорит? Я буду периодически крутить, чтобы было видно то одного, то другого. А теперь тебя не видно? А меня не будет видно. Давайте мы уже не будем определяться, кого видно, кому видно, у кого видно, у кого видно, у кого видно, у кого не видно. Это мы будем определяться потом. У меня не видно, но не из-за размеров экрана, а по чисто физиологическому экрану. Постойте, какие размеры, о чем ты вообще говоришь? Мы здесь вообще по размеру даже никто не говорили. Так не видно-то почему-то, за размеры экрана. А, вот чего. Нет, я думал, что... Нет, окажется, размеры экрана. Конечно. То есть хейпиц не входит в экран буквально. Нет, на обороте. Да? Стыдно у кого видно. Да, да. А мне не стыдно, да. Мне не видно. Ну и слава. Хорошо. Ну и слава Богу. Слушайте, вообще такая страшная жара у нас стоит. Я, знаете, предлагаю. Вообще для начала я... Нас смотрят там сколько-нибудь, кто-нибудь нас смотрит, ну, когда тебе... Да врешь. Четыре человека, и то ладно. Ну, а что делать? Ну, если четыре миллиона... Да. Сейчас мы еще пригласим людей. Сейчас мы еще... А пусть они... Я подумал, что если четыре миллиона, пожалуй, это было бы уже тяжелым случаем. Нет, это легкий случай. Четыре миллиона, хотя, слушаю. Чингисхан, знаешь, что сказал? Чем гуще трава, тем легче ее косить. Ну, если цель косить. И забивать. Понятно, понятно. Отлично. Мы говорили о совершенно удивительной... Судьбе. Нет? Нет, об удивительной судьбе, военной судьбе Юриного папы. Да. И папы Юрия начнем арене. Совершенно невероятные истории, которые требуют, во-первых, быть записанными раз, а еще лучше быть снятыми, потому что это совершенно другое было бы кино о войне. Да. Поэтому никто его не даст снимать. И это та самая война была бы. Да. Абсолютно невыдуманная. Совершенно удивительно. Потому что такая война тоже бывает. Да. Более того, мне кажется, что такая война бывала чаще всего на самом деле. Не вот это вот, вставаясь в страну, да? Да. А вот именно вот такая. Какие-то более спокойные, камерные вещи, страшные в своей простоте. Да, да. Какая-то обыденность. Да. Да. Но что ты знаешь, я в какой-то момент понял, что я никогда, что в общем логично, никогда не смогу ничего не написать о войне. Я могу только слушать это. Ну хотя бы потому, что сам я не участвовал в этом, с одной стороны. И с другой стороны, это настолько, как явление, в моем понимании, больше меня, что я не в силах его оценить в принципе. Я, когда начинаю представлять себя войну на уровне ощущения реального человека, начинается кошмар. Да. Реальный ад, в котором просто ты либо его переживаешь и как-то выживаешь, умираешь, либо ничего. То есть рассуждать о войне, как-то это все только слушать. Рассуждать могут только очевидцы. Мы можем только доносить эти вещи. А я вот с тобой, Санечка, не соглашусь. Опять же, апеллируя к папе моему, я хочу повторить его фразу. У каждого своя война, Санек, говорил он мне. И я тебе хочу сказать, что у тебя была своя война. Это может быть, к сожалению, еще и будет. Ну, ты у меня была своя война. Я имею в виду Великой Отечественной. А, нет. Не смотри. Великая Отечественная. Великая Отечественная война, она складывается из личностных войн всех людей, которые в ней участвовали. Но провидение так делает жизнь и этот мир, что если ты не попал в эпоху глобального военного столкновения, то в твоей жизни все равно будет твоя война. И она для тебя будет ничуть не менее страшной, чем война для тех людей, которые участвовали в глобальном военном столкновении. Я не хочу присвоить себе лавры человеку, участвовавшего в Сталинградской битве, или лавры человеку, участвовавшего в Курской дуге, но я хочу тебе сказать, что моя личная война с Комитетом государственной безопасности в 1971-1986 год была для меня Курской дугой, Освенцимом, Сталинградской битвой и всем на свете. То есть, понимаешь, это замечательное изречение. Каждому дается по силам его. Я не помню, кто это сказал, но это очень верная вещь. Вот есть люди, которым по силам считает кто-то дать бежать впереди на Курской дуге и кричать, не знаю, что там кричать. А есть люди, которые по силам сидят под лампой и тупо повторяют одно и то же. Нет, вы не правы, я не антисоветчик. Понимаешь, то есть каждому дается свое, и тебе была дана. Просто ты делаешь сейчас такую вещь, которую делать нельзя, ты сравниваешь. Вот я считаю, что категорически не засравнивать жизни разных людей... Нет, жизнь не сравнивает однозначно. Я не хочу сказать, что, как ни странно это может быть звучит, но каждый из нас точно такой же герой, как и тот герой, который выдержал свою так называемую большую войну. Так в принципе у каждого человека есть твоя война. Вот, я и говорю. Эта война может заключаться ежедневной борьбой с какими-то родами в ЖЭКе. Совершенно верно. Слушай, ну, вы меня простите, но у меня, в моей жизни, не было столь серьезной войны, какую я себе представляю Вторую мировую. А я, вот, видишь, как ты сказал, а я тебе уверяю, потому что тебе просто надо перестать представлять Вторую мировую войну и просто вспомнить, например, вспомнить, как ты добился того, чего ты добился к сегодняшнему дню. Как ты женился, как ты рожал Машку. Понимаешь, надо просто вспомнить свою жизнь. Я могу тебе сказать еще раз, утренитиваясь на себя. Мне 56 лет. У меня было много войн. И самое страшное было вот это, с 71 по 86 год. 15 лет я дрался как мог. Глупо, может быть, дрался. Может быть, кто-то посмотрел бы со стороны и сказал бы, что я веду себя как трус, что я там прячусь, что я там дрожу, трясусь. Возможно. Но как мог я воевал. И ты, Саша, как мог воевал. Просто ты принижаешь сейчас роль своей войны, ориентируясь на то, что в твоем представлении нечто большее. Ну, мне кажется, что... Это вот кажется. Вот это вот кажется. Вот у каждого своя война, Андрей прав. Понимаешь? Это все в голове, на самом деле. Понимаешь? Это все в голове. Просто каждому дается... Как болезнь. Вот моему отцу и отцу моей жены... Наверное, твой отец тоже воевал? Нет. Нет? Ну, дед, я не знаю. Дед, да, конечно. Вот, дед воевал. То есть им по силам было выдержать вот это. А нам по силам было выдержать то, что выдержали мы. Но это все равно война. Это война за самого себя. Это война за самопознание. Это война за самоутверждение. Это война за доказательство самому себе, реальности своей жизни. И это очень жестокая война. Она ничуть не менее жестока, чем битва под озером Балакон в 44-м году. Понимаешь? Поэтому я тебе уверяю, что я не склонен, например, принижать то, что было в моей жизни, соотнося его с Бородинским сражением. Нет, не склонен. Может, это смешно звучит. Кроме говоря, конечно, мы не можем представить, что было с нами. Не можем. Поэтому можем прекрасно представить, что было с нами. Я могу тебе сказать, мне хватило вот. Мне хватило вот так. И я не хотел бы, во-первых, повторения ничего подобного. А во-вторых, не хотел бы никому пожелать пройти то же самое. Мы в воскресенье, когда писали подкаст, мы в воскресенье писали подкаст, да? Вот вы меня остановили оба, да? Да, кто сейчас нас смотрит, кто не в курсе. Господин Хепет, ступичный доктор Хепет, какой он доктор Хе. Он очень много себе нам позволял. Я вот сейчас думаю, выкинут ли мне эту запись вообще в помойку, потому что она просто тянет на штучки 3 статьи Уголовного кодекса, то, что он там накричал, либо ее изрезать всю к чертовой матери, все-таки вывесить. Выкинь в помойку. А еще лучше я тебе скажу, как с ней поступить. Ты ее сохрани у себя. Я в любом случае, я сохраняю все. Я сохраняю все съемочные материалы, я сохраняю. Ну, давай просто считать, что ее не было. У меня есть потом воду мысли, но мы их потом обсудим. Я очень много думал в этом ходе. Да, 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 я понял. Я могу сказать, что вот то, что я орал в воскресенье, Ну, это тоже война. И недостойно себя вел. Нет, нет, это, конечно, проявление психопатии моей. Но я эту психопатию заработал, понимаете? И для меня сейчас, например, идет человек по улице, да? Не знаю, поверите вы мне или нет, но я узнаю во встречных пешеходах, я узнаю людей, которые работают в ФСБ. Я вижу их в трамваях там, да, грубо говоря, в метро. Понимаете? У меня развилась кожная чувствительность. Это понятно. Поэтому, когда речь заходит о человеке, который нынче у власти в нашей стране, да, но имеет всем известное прошлое, я спокойно говорить об этом не могу. Это моя болезнь. Я к чему это все рассказываю? Что вот мой папа или там твой дед были ранены на войне, да? Или там вот отец моей жены. А я ранен на своей войне. Понимаешь? А Андрюха ранен на своей. Я тебе уверяю, а ты ранен, Сашка, на своей. И то, что ты всегда очень уравновешен, вот так и выдержан, это говорит о том, какого уровня воспитания ты получил, то есть, какого уровня пример был перед твоими глазами и есть, да? Из кого ты списываешь свою жизнь, в смысле манеры поведения, вот такой достойной. Это безусловно делает тебе честь. Либо это диагноз. Глубину твоих личных ран, глубину твоих личных ран, это никак не уменьшает. Либо наоборот для диагноза. Потому что как психотерапевт, ты наверняка знаешь, что при определенном психическом диагнозе, человеку проще молчать, чем говорить. Проще быть выдержанным, чем нервным. Возможно. Возможно. То есть, возможно, как раз это, наоборот, более глубокое, как раз это ранное, которое не позволяет человеку углубляться в нее. Ну, смотрите, любой психотерапевт скажет, что вот это переживание в себе, пережигание, да, вместо выплеска вот этого, да, это вот глубинное перемалывание, пережигание в себе, крайне травматично. Гораздо более. Гораздо более травматично. Поэтому вот я еще раз тебе хочу сказать, что я могу себе представить, какую цену ты платишь за свое вот такое политкорректное, выдержанное, культурное, вежливое, интеллигентное позиции. Я, видимо, плачу меньшую цену, потому что у меня так получается, что я держать сюда это не могу. И когда возникает некий провокативный момент, у меня сразу все это на крик. Ну, доктор, тут я могу сказать одно. Скорее всего, у тебя просто больше женского начала. Возможно. Потому что это как раз вербализация всего такого острого, воспринимать свойство более женского начала. Возможно. Может быть, я... Тебе лучше, дольше проживешь? Может быть, я моя мама в штанах. Да? Я его знаю. Знаешь, возвращаясь, я очень часто думаю на тему войны. Я понимаю, что это некорректно, представлять себя, а как бы я, да, это совершенно некорректно и неправильно. Но я не могу ничего поделать с тобой. Тогда возникает эта тема в моем сознании. Да. И я понимаю, что вот были эти 1400, как мы знаем, 18 дней. И, вероятно, очень многие люди знали, что, возможно, завтра их не будет. Да. И так каждый день. Да. Ну, кроме тех... К этому привыкаешь. Вот. Да. Саш, я тебе уверяю, с тобой ничего бы такого особенного не случилось. Потому что, если верить моему отцу, а я ему верю, да, выбор был невелик. Либо тебя убьют враги, либо тебя убьют свои. Хороший выбор. Понимаешь? Потому что, если ты не побежишь в атаку, тебя убьет загранотряд. Это да. Значит, стоит загранотряд. Он не пропускает тех, кто бежит в тыл. Поэтому выбор какой? Получить пулю в спину или получить пулю в лицо? Поэтому, Саш, ты был бы ничего особенного не был. Можно. И смею предположить, что ты погиб бы в первые же дни. Ну, просто потому, что вот так. Понимаешь? Да, да, да. Это точно. Да. Понимаешь? Я могу сказать и себе, что я бы точно погиб в первые же дни. В силу своей вот такой неловкости может быть. Это обычные интеллигентские источки. Поведение интеллигента на войне. Да, это все. Кто-то встал в полный рост, да? И ответил в поклон. Слушай, вот шикарный фильм, который практически в свое время дворно прошел, но потом очень-очень быстро было затерто. Холодная летопись от 1953 года. Мне сразу вспомнилась последняя роль Папанова. Вот того самого интеллигента, да? Вот как раз мне хорошо это вспомнилось. Она вот как раз к тому, что сейчас Юра говорит, она как бы вот просто портретно, потому что мне сразу уже моментально в голове это всплыло, портретно, как вот этот образ. Да, совершенно верно. Вот этого интеллигента с винтовкой. Ну вот, да. Ну а что? Который, в общем, не очень знает, что это делается. Да, да, да. Поэтому я думаю, что у тебя почвы для вариаций особенных, так сказать, для особенных вариаций прочего у тебя нет. Поэтому я еще раз все хочу сказать. Не надо, на мой взгляд, конечно, ты же хочешь, ты это будешь делать, но не надо, на мой взгляд, представлять-то. Вот что моя жизнь? Вот у тех, кто брал Берлин, вот у них была жизнь. Ну что подобного? У каждого свой Берлин. Саш, и у тебя, и у меня. И никто не знает, кто как дал Берлин. Нет, Берлин и несравнимый. Наши Берлины, как люди, несравнимые, не разомнены. У каждого свой Берлин, да. У каждого свой Рейхстаг. Понимаешь? Просто дело в том, что ты, наверное, знаешь, что сцена с возружением флага на здании Рейхстага, это снятая сцена, да? Ты знаешь, что не Контарий Егоров, да? Это просто снят, да? А вот в жизни у каждого человека такой возможности повторного монтажа не дается. Помнишь эту проговорку «здесь родос, здесь прыгай», да? Да. Вот здесь родос, здесь прыгай. Я тебе уверяю, что, например, сказать начальнику то, что ты о нем думаешь, или сказать некую правду какому-то лицу, от которого зависит твоя судьба, это маленький Берлин. У каждого он свой. И, видишь, ну что теперь сделать? Да. Поэтому не нужно думать, что там они совершали порты, а мы их не совершали. Мы их совершаем. Я тебе больше скажу. У меня был один знакомый, я сейчас вспоминаю его слова, который говорил, что в принципе, говорил он, ну практически каждый человек может в решающую минуту собрать себя в кулак и совершить некий поступок. Один раз. В принципе, говорил он, под воздействием тех или иных обстоятельств на это способен практически каждый человек. А вот иметь мужество для повседневной жизни, говорил он, на это способны единицы. Мне очень сильно, вот мне было лет 18, когда он мне сказал эту фразу, но она мне очень сильно вредила в память. Понимаешь? Потому что бытовое мужество, мужество для того, чтобы жить каждый день ясно, чисто и честно. Вот такое вот бытовое мужество, вот им обладают единицы. А вот когда вокруг тебя тысячи людей бегут, кричат ура, ты знаешь, что эта энергия передается от человека человеку, да? Это заразительно, да? Вот эта энергия, как говорил Николай Ростов, и страшнее и весело. Понимаешь, да? Эта энергия, она помогает человеку собрать себя в кулак и вот совершить этот поступок, да? Вот еще раз скажу, что быть мужественным, просто быть мужчиной каждый день, вот это настоящий героизм истории. Тем более, когда, кто это сказал-то, бывали хуже времена, но не было подле. Да что ж такое, у меня сегодня вылетают там. Самой вот, я не помню. Я не помню, кто это, бывали хуже времена, а может тюльчик, но не важно. Короче говоря, вот тем более, когда выпадает подлая эпоха, тебе, на дону, подлая эпоха, когда не ситуация общего нравственного подъема в части, да? А когда в части ситуация индивидуальных, червеобразных телодвижений. Вот когда тебе вот такая подлая эпоха выпадает, иметь мужество быть просто честным, чистым, ясным человеком, оно, на мой взгляд, граничит с героизмом хана. Так что... Так что пьем чай. Да. Мы здесь все время пьем чай. Ну а что? Нет, я один раз... Нет, кофе я не здесь пил. Какао ты пил в этом самом... Нет, не какао. А что ты пил? Мне перемололи, мне в холодный кофе бросили лед и смололи все это... Ты говорил какао. Ты говорил какао. Какую-то кашу ледяную. Да, это было в этом самом, в Коста кафе. А я говорил какао, это я шутил. А, и что? Трудно сказать. Вообще холодный кофе мне нравится. Но вот эта каша из мелких осколков еда нет. А вообще холодный кофе, да. А они называют это какой-то фраппе. Ну да. Ну они наизобретали всякого... Они много буржуйских слов знают. Ну да. Все они умные. Так что вообще-то чай, конечно, вот в такую жару, в ужасную жару, чаев зеленый. Да, однозначно. Я пытался у себя в блоге об этом написать, меня никто практически не понял. Ну я и плюнул на это. Это неправда. Тебя все поняли. 95-й чай... Люди не понимали, почему горящий зеленый сайд в дорогу. Нет, нет, нет. Андрюха там, он очень справедливый. Он выдал целый ряд рекомендаций. А люди стали писать ему. А я... Нет. А мне нравится, а я люблю жирное, а я люблю кислое, а я люблю острое. А я люблю шокохадить. А с чего вы взяли, да. А с чего вы взяли, что нужно не есть жирное, а я буду есть жирное. И я там просто написал, что вот эти рекомендации совершенно справедливые, они общие. Общие, да. Но органон у каждого свой. Поэтому прислушивайтесь к органону. Нет. Я вот, например, однажды на гастролях в Калмыкии был угощен кок-чаем. Кок-чай? Это что такое? Знаешь, что такое? Чай с кокой. Ну, то, что они называли кок-чай и дали мне, это было вот что, я сейчас скажу. Это был черный чай с молоком, в котором плавали куски бараньего жира. Лук, перец, соль. Помнишь, да? И вот Пейн говорит, отказаться неудобно, потому что... Выпить нельзя. Выпить нельзя. Отказаться, как говорил Бродский, уехать отсюда невозможно, жить тут не мыслимо. А, ничего, я не скажу, что мне как-то особенно... Так нет, слушай, жара сорок. Да. Сидим в этой юрте под градом. Значит, он на меня накидывает этот чапан или чалпан, или что он там накидывает и говорит, Пейн. Смешно? Ну, я выпил полотками эту чашку и меня немедленно начало страшно тошнить. Я просто стал обливаться потом и глупейший вопрос ему задаю, говорю, скажи, пожалуйста, а где тут туалет? Он говорит, везде. Вам везде. Я с трудом вот так вот уже я вышел за стены этой юрты, да, и меня ужасно, не к столу будет сказано, какой-то ближайший перекат и боли вывернуло наизнанку, да? И я вдруг почувствовал такое облегчение, знаешь, так хорошо, как-то вот отделение прекратилось, и какое-то стало. Я захожу в город, он смотрит на меня, говорит, правда легче? Я говорю, гораздо. Я подумал, что это программированный эффект, что он изнанк? я подумал, нервотное ли это вообще? Я облегчение. Знаешь, вот кошки же едят траву и потом их рвет. Так вот я подумал, может, как чай это вот рвот? Я не знаю. Короче, что-то сказать, Арганон у кого-то там телефон звонит. У меня мой телефон. Это у него звонит, значит, ему кто-то хочет сказать, что ему пора уже. А может кто-то... А я, нет, я знаю, это кто-то из зрителей уже знает. Это кто-то нас сейчас слушает. Сейчас будет бить. Да. Саша, ты говори в кадре. Да пусть он там говорит, а мы можем пока продолжить, пока он там говорит. Кому он там мешает? Вот я что-то хочу тебе сказать. Просто Арганон у каждого сможет. Это да. И вот и все. Это рекомендации. Выполнил честную работу, великолепную. Действительно, 95-й чай очень хороший. Никто и не спорит. И действительно, в жиру лучше жирного не есть, как правило. Ну, да. Но икраинцы же жрут жирный горь, часа вам жрут. Это маленечко другое. Можно, в принципе, просто понимаешь, ты там дал рекомендации, тут же подписал мне, что видишь, как бы это все верно. Да. Я согласен как раз ровно то, что я пытался очень-очень много лет так или иначе каким-то образом как месседж нести, что нужно слушать своего внутреннего зверя. Знаешь, какая история. 90% людей этого делать не умеют и не хотят. Поэтому советов сделать никто не будет. Им нужны некие формулы готовые, им нужны некоторые советы. Которые не являются завоеванием их рассуждений. Они не могут сами, потому что для того, чтобы сделать выбор, для того, что нужно иметь своему организму, надо очень долго и внимательно за ним наблюдать. Вот на это медицина вся и горит. На это этого никто делать не будет. Восточная медицина, она чем отличается от западной по большому счету? Она максимально индивидуальна. А западная медицина максимально массовая. Вот и все. Но восточная медицина зато есть другой недостаток. Она настолько высокотехнологична в ментальном смысле, что только единицы могут ей пользоваться. Знаешь, каждый не может быть иглотерапедом. А таблетку выписать может каждый. Врач. Поэтому, ну что, надо слушаться своего зверя, учиться этому. Мне, например, жена говорит, почему ты мало пьешь воды? Я говорю, ну я не хочу. Я должен. Я говорю, ну что я должен? Я не испытываю жажду. Кому должен? Кому должен? Я не хочу. что-то все время бегаешь. То я так? А я просто так или иначе приглашаю разных людей. Они так или иначе отказываются. Ну кто-то ходит. Вот я просто знаю сейчас, к сожалению, такая вещь, что нас не слышит Украина. Они нас видят, но почему-то не слышат. Я почему-то сделал такой вывод, что именно Украина, потому что именно два человека. Один пожаловался, что вообще загрузиться не может страниц. А другой, жалко, что нас видно, но не слышно. Это не поэтому. Это потому, что... Как только он расплатит за нефть, то лучше все пойдет по загрузке. Нет. Во-первых, не за нефть, а за газ. За газ. Да. А во-вторых, это дело с газом не связано, а связано с тем, что Юрий Михайлович Лужков опять обидел Украина Януковича. Но мы Лужкова не приглашали. А он тебе, твои приглашения ему не нужно. Не нужно. То есть он сам придет сегодня? Он почему придет? Не придет? Уже здесь? Да. Это он? Нет. Удивительно. Перестань. Это же... Талдыщить свое годами. Молодец. Это надо. Молодец. Он опять обидел Виктора Януковича и поэтому Украину отрубила звук нам. Я знаю. Они лишат его пчел. Тема, если вы слышите в истории Севастополя? Да, конечно. Он опять его обидел, потому что Севастополь все-таки российский. Это блестательно. Был, есть и будет, есть. И никогда украинским есть он не будет быть. А вы знаете, фигня, а жара на улице. Жара на улице страшная. Почему звучит? Не знаю. Во-первых, я не люблю жару. А я очень люблю. Я не люблю жару, в принципе. А у меня не хорошо приезжать. Нет, я ее не люблю. Я не люблю... Я уже много раз говорил, я не люблю никаких слишком ярких вещей. Почему я не люблю приторон коньяки и лодки? Потому что слишком яркие, да? Вот. Я почему не люблю жару? Я не люблю холод в одинаковой степени. Я люблю весну и осень. Я не люблю зиму и лето. Не люблю вообще. Какие вы с тобой разные? Ну а ты как, Катя? А что вы были похожи? Ну невозможно. Ну тогда да. Когда тебе сейчас кисло. Мне не кисло, мне она не нравится. Понимаешь, я-то как раз, в отличие от многих людей, не страдаю от жары. Вот. Потому что я не хожу в шортах и не пью холодной воды. А она тебе не нравится эстетически? Она мне не нравится вообще, как факт. А почему ты в шортах, кстати, не ходишь? Я расскажу тебе... Потом. Вот. Я расскажу тебе... А это сексуальная рассказ? Это абсолютно не сексуальная. Это абсолютно узбекский рассказ. Да почему потом? Да, ты станешь доктором в харю чаем плеснул. Короче говоря, знаешь... Чаем плесну это фамилия? Да, да, да. Я... Знаешь, одна из причин, по которой я жутко ненавижу жиров. В этот период все женщины раздеваются. Ненавижу. Почему он так наоборот? Ничего хорошего, доктор. Вот ты тоже должен был мне понять. Почему? Да. По специфике своей работе я видел в огромном количестве много голых женщин. Ими давно не радуют. Меня радуют больше одеты. Меня радуют голые женщины. Меня больше радуют одеты. Нет. Я совершенно не могу согласиться. Да потому что ты просто гнусный извращенец. Почему гнусный? Нет. Это просто раздевающий. Ты видишь идущую по улице одетую женщину и представляешь себе ее голой. Славно одетую женщину и все равно. И все. И все. Это не твоя женщина. Откуда ты это знаешь? Это никто не может знать заранее. Что Юра? Хипец кого угодно заманит. А что Юра-то? Никто не... О том-то вся и прелесть. Никто не знает этого заранее. Что у тебя есть столько фантазий. Ну и что? Нет. Это совершенно... Я не понимаю. Это не мало. Какие-то странные люди. Я не понимаю. Причем тут это? Я скажу, что виртуальное обладание обнаженной красавицей не чуть не менее острая вещь. Назважно. И, кстати говоря, гораздо более безопасная. Это точно. Вот они поклонники об этом Бродский сколь прекраснее сколь же радостнее прекрасное вне тела. Не объять не невозможно, не измена. Я не знаю. Мне очень нравится голые девушки. Я больше люблю одеты. Такие есть прошлогодние. Сейчас, то есть, как же там? Сейчас что-нибудь на плече. Лето июльского зноя ведро выставило на продажу. Голые девушки ходят в метро, как по людистскому пляжу. Дальше я не помню. Много там. Кончается все тем, что почему же они ходят в метро и заходят ко мне домой в то время, да. Вот. Но это же нет, но это же все. Ну, подожди минуточку. Если обнаженная девушка может побудить твое душе стихотворение, что еще от нее просили? Ничего. Ну? Не знаю, не знаю. Это же Горький писал, что в принципе он же, как же он писал, в принципе вся мировая история, как же он писал, представляет собой жалкое зрелище ради минутных содроганий. А у Георгия Иванова есть прекрасная вещь распад атома. Ты не читал? Я не помню. Он там очень долго рассуждает. Французский министр какой-то, ну в то время, когда Иванов был во франции элегрантом, какой-то французский министр финансов попался на чудовищной растрате, которую он совершил ради молоденькой любовницы. И Иванов анализирует это все и говорит Господи, ну вот из-за чего? Ну зачем? Ну вот я представляю, сиди, пишет Иванов, вот эту маленькую голую девочку. Это вот там, он там, он просто, да, это вот теплое девственное лоно. Ну хорошо, он пишет, но разве это стоило вот тех, этого дикого позора, самоубийства, 400 тысяч франков, разбитой жизни жены и детей. Слушай, вот еще... Иванов никогда не сможет по определению это понять. Ну теперь уже нет, он давно умер. потому что он другочный. Иванов? Ну у него жена же, ты знаешь, какая красавица. Да, я имею в виду в принципе, любого него. Он знаешь, как ли он взял какие строки написал своей жене? Драгоценные плечи твои обнимая. Он был большой ратаман. Нет, нет, он о чем-то другом здесь пишет. Он пишет, что, ну господа пишут, ну в конце концов, вы поймите, что вот это вот не стоит... Он же это прекрасный анекдот. Да пошло ты своим утюгом. Помнишь, кто-то рассказал замечательно. Ну как, Породинин, он прекрасный, когда молодой человек живет на первом этаже небоскреба, 23-летнего этажного дома. И в этом же подъезде та очаровательная девушка, он с ней сталкивается очень часто. И да, и как-то все время мечтает в своих фантазиях, что он познакомится с ней, да, и все время ругает себя за то, что он не может с ней познакомиться. И наконец он говорит, ну все, все-таки там больше нельзя, если должен познакомиться. И в этот день в доме отказывает лифт. Отказывает лифт, и он говорит, так, ну хорошо, я пойду пешком, фиксим, говорит, но я же не могу вот так поступить и сказать, ну здравствуйте, я вас люблю или я вас хочу. Это же, ну нужно какой-то прибав придумать, чтобы вот так человеку заявиться к незнакомому. Что такое? А, я скажу, что у меня утюг перегорел. Я к ней пришел за утюгом. Ну да, потому что она модно одевается, наверняка у нее дома из утюг. Так я к ней пришел, я больше никого не знаю от этого дня. У меня прекрасный повод, говорит он, выходит из квартиры, закрывает, начинает подниматься и говорит, ну хорошо, я приду, постучу, позвоню там, она откроет и скажет, раздрасьте, простите меня ради бог, меня зовут Алексей, я живу на первом этаже в вашем доме, у меня перегорел утюг, а вы такая красивая, так прекрасно одеваетесь, я знаю наверняка вас из утюг, вы не должны к мне утюг? Конечно, она увидит, я симпатичный парень, вежливый, она, конечно, меня, ну впустит в дом, ну впустит в дом, ну что дальше, утюг ведет к тому, что, конечно, мы там разговоримся в коридоре, она скажет, может нам выпить чаю, это же нормально, нормально, мы сядем пить чай, ну там наверняка может быть, у нее есть бутылочка сухого вина, она мне предложит выпить рюмочку, мы выпьем по рюмочке вина, мы расслабимся, мы живой человек, я к тому же, я ее ужасно хочу, я, конечно, к ней полезу, ну что там говорить, полезу, она мне не сможет отказать, а почему он мне отказать, он поднимается, я все полезу, сюда там смоет, я хороший, нормальный, красивый парень, вот мы с ней поцелуемся, объятия, пыры-пыры, секс, ну короче, к ней начнется роман, роман, говорит он, начнется, ну роман, ну у нее родители, роман, шмаман, ну это все кончится чем? Это кончится все маршал Мандельсон, конечно, мы поженимся, все замечательно, но потом она забеременеет, родится малыш, начнутся пеленки, бессонные ночи, крики, бессонные ночи, пеленки начнутся, еще неизвестно, что это будет за малыш, может он будет уже нежен, и у меня не будет никакой жизни, и в это время он уже дарит на пуговку ее звонка, он открывает дверь, говорит, здравствуйте, будешь у вас говорить, да пошла, с твоим утюгом, я вот думал, это такой, ничего я не слышал раньше, да, вот, из моих любимых категорий кинематографических, да, это прекрасно, это такой сценарий, так можно было бы снять хорошо, кстати, а снять хорошо, ребят, я не могу с вами не поделиться, я испытал сегодня шок, Саша, я испытал шок, я нашел, где же я нашел, в фейсбуке, кто-то выложил в фейсбуке интервью с Борисом, с Борисом Стругацким, и? какой-то последний? ну, может быть, не даже, выложил в короче в фейсбуке, я естественно, я же, надеюсь, ты Стругацких, да? не до что, и ты любишь, ты ценишь, не только, ценишь, да, да, и ты тоже ценишь, да, ну вот, и для меня они оба, вообще, так сказать, сильнейшие люди, это мягко говоря, да, и слушай, вдруг, его спрашивают, какие вот, какие экранизации ваших произведений вам представляются лучше? и? я, знаешь, я покрываюсь ледяным потом, потому что он говорит, что две экранизации мне очень нравятся, это Тарковский, вот, Сталкер, да, и Бондарчук, Обитаемый остров, да, я знаю, что он ему понравился, ему понравился, я не смог, я начал смотреть, я не смог, начал, я начал смотреть, вторая серия вообще, которую я тоже начал смотреть, вообще отвратительная, на мой взгляд, сколько ты продержался на первую серию? минут 15, а ты? полный фильм, первую, вторую серию, я, во-первых, все фильмы я продержусь целиком, у меня профессиональная, просто прямичка, это раз, вторая, первая, мне понравилась, для меня, мне понравилась, для меня это такое, знаешь, это разные вещи, я не могу говорить, потому что, что-то мне помешало, посмотреть, понимаете, в чем проблема, вот послуждаю, скорее, моя проблема, не, смотри, мое ощущение от этого фильма, я помню, замечательно выразил Марнштейн, когда была какая-то программа у Гордона, где они мочились, механков и матизм, и там Марنштейн выступает, и Марнштейн выступает, и говорил, ему не стыдно показывать эту монтажную шелуху, нет, не стыдно, это не монтажная шелуха. ну, окей, я просто тебе говорил, да, у меня совершенно потрясло, что Борису Стругацкому понравилась экранизация, а я понимаю, почему ему понравилось, а я понимаю, почему ему понравилось, просто я знаю, что она ему понравилась, я в шоке, причина, по которой мне, не надо, смотреть ее как экранизацию книги. Не надо никогда смотреть книгу и фильм. Он говорит о том, что в этом фильме передано все то, что в тексте было. Все правильно, все правильно. Не забывай, что писало два человека, а оценивает один, это раз. Просто фильм это маленечко другое. Фильм это экшен, то, что когда поставлен. Чем мне он понравился? Он так или иначе несет определенный месседж. Намного меньше, чем книга. Но, извините, на сегодня этот месседж по-другому донести до людей 15-25-летних ты не сможешь. Месседж какой? Какого рода месседж? Именно все, что там было определено по тексту и про башню, про все остальное, то, что там было передано, она так иначе остается. Не пытайся, скажем так, как, смотри, вот даже приключить маленечко другое. Все восхищаются, предположим, там, особенно в России, Гамлетом, который поставили Козинцев. А я тебе скажу, на мой взгляд, лучший Гамлет, поставленный Джефферелли в 91-м году с Мадом Гибсоном. Именно потому, что он снят теперешним языком. Потому что, скажем так, он снят очень классно. Все то, что надо, там осталось. Все то, что нужно, там осталось. Вот именно потому, что ты, как сказать, просто ты просто обычный зритель, да? То есть я маленько по-другому смотрю на эти вещи все. Я абсолютно не целевая аудитория для обсуждения по обсуждению обычных зрителей, потому что я профессионально пишу и рассуждаю о кино более 20 лет. Вот, вопрос не в этом. Вот, вопрос маленько по-другому. Именно в том, что я оцениваю кино не только так, как мне нравится, не нравится. Есть вещи, которые мне просто нравятся и нравятся. Ну, может, мне не нравится, но я оцениваю его. Мне лично, как зрителю, этот фильм мне понравился. Я сейчас говорю об «Обытаемом острове». А, тебе как зрителю нет? Как зрителю нет. Как журналисту, как критику, да. Я его очень высоко оцениваю. Понимаешь? Потому ты, потому ты и потому. Ты знаешь, почему? Да, потому что по-другому то, что было сказано в 62-х годах, донести сейчас невозможно. Почему с Мадом Гибсоном лучше Габлетт, чем с этим самым, как же, с Господи, с Томовским, да. Потому что тот фильм снят языком 70-го года. И сейчас его показать человеку, который живет в долгом ритме, вот, среди других, скажем так, ценностей, невозможно. Просто невозможно. Может быть так, я не знаю. Однозначно. 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 Это хорошее кино в этом плане. В этом плане это хорошее кино. То есть ты можешь сказать, что сейчас люди что-то понимают, только если на них кричат? Там ни на кого не кричат. Ну, здрасте. Вторая серия вообще постоянно... Извини меня, просто старый пердун. Там ни на кого не кричат. Это другой абсолютно язык. Это другой абсолютно стиль, это другое движение. Абсолютно другое. Там ни на кого не кричат. Слушай, пожалуйста. А ты согласен с тем, что это очень прямая экранизация, или нет? В лоб. Гораздо более, чем Тарковский. Гораздо. Да нет, я бы их вообще не стал сравнивать. Нет, именно в смысле, что Тарковский вообще разные вещи. Книга и фильм Тарковский просто разные. Нет, я даже не про это говорю, что Тарковский, понимаешь, он вообще никакого отношения не имеет ни к Строградскому, ни к кому остальному. Это самостоятельное произведение. Да, да. Это по мотивам. Да, именно мотивам. Ну, как и не буквально многие другие произведения. Я не понимаю, видимо, как все я могу сказать. Нет, ты, значит, понимаешь или не понимаешь? Ну, потому что, понимаешь, это просто буквальщина. Просто вот они брали это отстройство, Максим вошел и усмехнулся. Снимаем. Максим ходит, вот смехается. Это популярно. Масаракш. Говори, Масаракш. Нет, нет, это не правда. Абсолютно не правда. И актерская работа, там есть хорошая... Ну, как, я действительно сделал ощущение, как можно... Нет, я говорю с точки зрения... Ну, правда, это ощущение 15 минут. Вот именно, да. Я не смог просто. Ну, окей. Он не смог и не судить тогда. Вот. И я видел обе серии. Вторая, еще раз говорю, мне не понравилась. Вторая, откровенно слабая. Это было это обычно всегда. Это колоссальная ошибка, вот, которая прошла сейчас новая мода для собирания бюджета, делить на две части фильмов. И поэтому вторая часть всегда получается плохая. Неважно. Здесь у нас снимают в Голливуде, снимают во Франции. Всегда плохо получается. Ну, окей. Это заведомо. Это, короче, с того, что меня вот это... Да. Это понравилось. Да. Я просто... Да, я понимаю тебя, потому что тот образ Бориса Натановича, который существует в твоей голове, он действительно не мог бы этого сказать. Но... Ну, сказал. Такой образ был неправильный. Вот. Ну, что, сам виноват. Вот какая фигня. Да. Как тебе жить? Да, нормально. Причем-то. Нормально. А, извините меня, какая разница? Я вот с этим борюсь уже очень-очень-очень много лет. То есть, с какими-то образами. Вечная такая беда. Когда актера ли, писатель ли, кого-то представляет какой-то образ. Вот. И люди проецируют этот его образ на него самого. Да, он другой. Ага, нет, это хорошо. Он другой. В принципе. В том-то и дело. Когда человек пишет какие-то героические вещи, то он, может быть, подонков. Конечно. Тем угодно. Я не хочу оскорбить, особенно в преддверии огромное количество почитателей, но из-за меня далеко не очень сахарный человек был Вадим Арсимирович Высоцкий. Он делал много говна в своей жизни. Этого не знаю. Я знаю. Я знаю. Вот. Но при этом, как бы, он писал абсолютно героические какие-то стихи. Да. Есть ли замечательные? Да. Создавал хорошие роли. В принципе. Не надо путать актера и человека. Так я не путаю. Лучше не знать их как людей. Не надо знать. Так я не путаю. Вот у того же самого Висоцкого есть очень хорошие строчки. Только я столько знаю про Вас, что порой не бывает противно. Вот. Поэтому не надо. Вот я как раз большой противник всех вот этих вот модных сейчас передач из цикла «Загубили суки, загубили». Там всякие Оксаны Пушкин и так далее ведут. Даже тот же самый Вульф. Вот. Вечно там кто-то в блеотине захлебнулся, кто-то там где-то обухал. Зачем это все нужно? Нет. Ну, это просто еще… Это массовый продукт, но в принципе это разные вещи. Нет. Просто я почему против этого выступаю? Я сам в 90-х снимал огромное количество телевизионных портретов про многих людей, которые уже ушли. Многие из которых еще живы. Подружу самого Висоцкого. У нас снято было 13 серий «Тринадцать и серийка» и «Неизвестный Висоцкий». И вообще-то, скажем так, именно принцип такой. Хотелось рассказать, почему неизвестный Висоцкий. Хотелось не о том рассказать, какой он был хороший или плохой. Потому что много дерьма можно было рассказать, которые сейчас модно рассказывают. Можно было его восхвалять и говорить «Загубили суки, загубили». Мне интересно. Интересно было рассказать о ролях. Понимаешь? В театре, в кино, еще каких-то несостоявшихся особенно было интересных. Которым он готовился, которых он хотел, которых он прорабатывал. Это интересно. Не о человеке. Да. Мы не интересны как человек, потому что он актер. Да. И писатель мне не интересен как человек, мне интересны его книги. Правильно? И мне насрать какой он Гордон. Я помню Свердловский в 1990 году первая выставка художников на волне Перестроечной Пиани. Выставка художников «Ломится народ». И я помню, по-моему, Илья Кабанов. Целая серия картин. Которая называлась… Кабанов и Кабанов. Кабанов. Илья Кабанов. Другой дядя. Да, и другой. Которая называлась «Негативный опыт половой жизни». Ну, я выпушил. Прекрасные картины. Я с удовольствием смотрел. Ну, как прекрасно. Ничего не понимаю в живописи. Мне нравится. Я иду, смотрю, что-то было от капричес. Как я сейчас помню эту картину. Иду, смотрю. Одна, вторая, третья, четвертая. Где-то на третьей картине я решил, что я обязательно познакомлюсь с Ильей Кабановым. Он мне очень интересен, замечательно. И на четвертой картине криво, там, на какой-то жевательной резинке приклеена записка, на которой карандашом написано «Знакомство с автором категорически не никому больше». Прекрасно. Да. И сюда. Вот. Вот. Не знать, не дружить, не общаться. Ничего. Только произведения. Тексты, полотно. Точка. Это очень важный момент. Здесь в чем-то тот же эффект. Я по произведениям Стругацкого составил себе портрет Бориса Матарча, который полностью совпадает с Матарча. Это у них идеал. Ты попался. Ты попался. Да. А он оказался вовсе нет. У него своя точка зрения. Представляете? Да. Знаешь, что меня потрясло? Причем, к сожалению, почему-то в этом интервью, видимо, не последовал следующий вопрос. А почему? Нет. Он ушел от него. Он вообще интервью гениальное. В том смысле, что он не сказал ничего. Он вообще ничего не сказал в этом интервью. Когда ему задавали, а почему? А что? А где? Он говорил, понятия не имеют. А это на самом деле, я тоже могу сказать так. Какие-то вещи. Те же самые картины, песни. Мне они нравятся и все. Я не могу объяснить почему. А что ты можешь? А что ты можешь? Еще второе, потом себе не могу опять же не поделиться. И второе интервью, на которое я напоролся сегодня, интервью Андрона Кончаловского. Кому-то. Опять не помню кому. И в этом опять же выложена в Фейсбуке. Фейсбук замечательная вещь. Однозначно. И я читаю интервью, знаешь, ну смотри, я к Андрону отношусь… Непросто. Непросто. Но он мне интересен. Да. Пожалуйста. Если мне Никита Сергеевич, скажем, совсем не интересен, то Андрон мне очень интересен. И вдруг он говорит, в самом начале интервью он говорит такую вещь. Я считаю, что Путин недостаточно жестко. Точка? Нет, значит не точка. Дальше он пишет, что Иван Грозный писал письмо королеве Англии. Какая ты хозяйка, если тебе парламент может что-то завредить? Вот у меня, что я сказал, то и будет. А если кто шибко умный, так башку сплечь голову. И Андрон говорит, слышишь? Андрон говорит, что здесь в этой стране надо сажать. Надо… Ну, все понятно. А если вот так вот вычит помех, то есть как бы мне показалось страшно странным, что художник требует едва ли не сталинской руки. Я думаю, что у Андрона Сергеевича уже серьезную роль на него оказывает возраст. Возраст? Ничем другим. Я не могу объяснить. Ну, подожди, у него же молодая жена. Жена молодая, но он не молодой. Ты думаешь, что это как бы не лечит? Я думаю, что это не спасает. В общем, короче, я вот, ребят, честное слово, я ужасно расстроен. Потому что я к нему хорошо, в общем, отношусь. Да, я тебя прекрасно понимаю. Когда ты в такого рода интервью видишь, как ты открываешь интервью чуть-чуть, он… Это неприятно, да. Он в моих глазах человек более глубокий, чем Никита Сергеевич, гораздо более глубокий. И вдруг вот такие вещи, понимаешь, что твердую руку, железную власть, всех наказывать, всех карать… Нет, знаешь, с другой стороны, это же тоже иллюзия, что ты так думаешь, что… Тебе кажется, что если бы ты с ним познакомился, то ты бы убедился, что да, вот таким я его себе представлю. Я помню, как страшно хохотала надо мной моя жена, когда мы только с ней познакомились. Когда мы только с ней познакомились, показали по телевизору телеспектакль Эфроса. Таня, что ли, он назывался? Угу. Ну, был такой. Да, где я и Гаф играл, и… Ну, Гаф-то я всегда любил, и сейчас люблю… Под любим соусом. Что-что? Под любим соусом, говорю. Ну, у меня выбор небольшой, что показывают, то и… Короче говоря, и мы что-то идем с Машкой после этого спектакля, она говорит, ты о чем сейчас думаешь? Я говорю, я мечтаю. Она говорит, о чем ты мечтаешь? Я говорю, хотел бы на кухне попить с гафтом чайку. И эта невинная фраза моя вызвала в нее приступ гомерического хохота. Вот у нее слезы прямо копились в глазах. Она так смотрит на меня с такой бортикиной жалости и говорит, боже, он какой-то ребенок. То есть, вот это вот действительно, что… Это же действительно, понимаешь? То есть, вот актер играет, глубокий некий образ создает, да? То ты думаешь, наверное, он и в жизни… Нет. Ну, я согласись. Если актер создает глубокий образ, значит, он не дебил в жизни все-таки. Прости меня. Знаешь, это спорный вопрос, знаешь почему? Вот тот же Яфрос, я читал, подожди, подожди, послушай, я читал его интервью какому-то журналисту, в каком-то журнале. И журналист ему говорит, что ну вот актеры, это же такие люди. Вот актеры такие люди. Яфрос, знаешь, что говорит? Он говорит, вы всерьез считаете их людьми? Но это знаменитая позиция Тарковского, который не считал актеров людьми. Кроме двоих-троих. Да, да, да. Идановского, Гринько, Слонец. Да, да, да. Понимаешь, да? Он считал, что это материал, что кино – это режиссер, а это вообще? Вы всерьез считаете их людьми. Поэтому дебил не дебил тут спорно. Ну, короче, вот она говорит, ты такой ребенок. Она говорит, боже мой, вот это… Она говорит, я ничего не утверждаю, сказала мне она, но тебя могло постичь такое различать. Дай бог, чтобы нет. Дай бог, чтобы… А может быть и нет. Может быть и нет. Вот. Ну, вот эти вот два интервью, слушайте, которые я сегодня прочел, у меня прям сегодня вот на душе такой осадок тяжелый, что Борис Натанчик казался не тот Борис Натанчик, кто и Борис Натанчик. А Андрон Сергеевич казался не тот Андрон Сергеевич, который Андрон Сергеевич. Вот. Да все они не те. Ну, первым шаром они, пожалуй, посильнее были. Ну, конечно, безусловно. Нет, но Борис Тругацкий для меня и Борис – это вообще такие титанические фигуры. Ну что, завершаем прямой эфир? Да. Больше часа уже? Да. Не, не больше, 50 на минуту, но хватит. Ну, хватит, конечно. Да. Спасибо, кто был с нами. Спасибо, кто был с нами, а кто не был – тоже правильно. У нас было за время нашего эфира 30 человек. Не так уж много, но и немного 30. Очень много. Их двое смотрят нас еще прямо сейчас. Очень много. Так что спасибо тем, кто был. Спасибо. Всего доброго. Bye. Пока.